здравствуйте дорогие наши зрители и слушатели с вами подкаст левые мысли уже двадцать шестой выпуск мы так долго не выходили в эфир мы впервые по моему пропустили почти месяц что я честно говоря даже забыл как мы обычно вас приветствуем но кажется примерно так в этом подкасте вы услышите об израиле такое что вообще на русском языке об израиле практически нигде больше не говорят причем каждое слово правда ну практически потому что иногда можно ошибаться мы признаем но мы как всегда стараемся делать и мы призываем вас если вы нашли какие-то ошибки у нас сообщить нам и вы постараемся исправиться ответить на ваши вопросы и так далее это подкаст ведут я аркадий мазин журналист публицист специалист по арабо-израильскому конфликту моя бессменная напарница анна кац прекрасная совершенно журналистка тоже публицистка общественная активистка и собственно все мы сразу начнем нам нам практически год точнее нам подкасту исполнить исполнится год через неделю то есть у нас еще совсем недавно да буквально совсем недавно было как бы без году недели а теперь вот да плюс у нас год правительству это так совпало да действительно мы впервые вышли в эфир практически одновременно с формированием нынешнего правительства и плюс еще одна важная дата буквально только что было 55-летие шестидневной войны и вот о всех этих важных датах мы сегодня поговорим аня но прежде всего я хочу чтобы ты нам рассказала что такую что вот такое интересное тебя там за спиной что это за фотография такая странная во-первых здравствуй и здравствуйте все зрители и даже слушатели если есть да это вот такая интересная у нас была поездка пару недель назад была демонстрация организованная рядом левых организаций правозащитных за снос бывшего поселения нынешнего форпостах хомыш он был снесен по законного размежевания в 2004 году с тех пор там постоянно пытаются что-нибудь такое возродить да и как часто это бывает в незаконных форпостах там практикуется насилие против соседних палестинских деревень мы об этом говорили несколько раз и вот была такая большая очень многочисленная демонстрация в хомыш с бульдозером вот здесь мы видим этот желтый бульдозер такой символический снос хомыш надо заметить что многие так сказать правые активисты заранее испугались сказали что мы погромщики и все такое да да ну собственно видно это и был троллинг со стороны шалом акшав одной из организаторов поездки привлечение внимания ну так вот что интересно значит этот вот бульдозер который мы здесь видим он до хомыш не доехал его задержали еще в Рушаин и собственно эта фотография снята в Рушаин это еще в Израиле это еще не на территориях когда мы как бы прощаемся с этим бульдозером и двоих задержали кстати одного из активистов движения Крам Минестер которая в прошлом году организовывала демонстрации против Натаньяу и собственно водителя бульдозера их отпустили через несколько часов естественно ничего им не вменив с целью было просто сорвать демонстрацию так вот это наша первая остановка мы здесь фотографировались в Рушаин а план был такой доехать до Себастья до старой железнодорожной станции Себастья и многие знают что собственно это место очень символическое там началось поселенческое движение план был доехать до Себастья оттуда пройти маршем к хомыш и в последнее время многие правые поселенческие движения делали вот эти марши тоже к хомыш только наоборот за то чтобы его не сносить так вот нас остановили в 20 километрах от хомыш мы не доехали до Себастья на Цоматке-Думе где мы устроили собственно митинг но самое интересное то есть собственно что тут самое забавное даже не то что нас остановили а то на каком основании нас остановили нас остановили потому что по закону о размежевании израильтянам нельзя появляться в бывшем поселении хомыш то есть тут надо оценить иронию нашего руководства да кстати на том же основании армия отказала нам в сопровождении да в защите обеспечении безопасности потому что оказывается израильтянам по закону о размежевании нельзя появляться в хомыш то есть я напомню что демонстрация наша была против незаконного поселенчества в хомыш то есть демонстрацию против незаконного поселенчества в хомыш не пропустили стиле из-за того, что израильтянам нельзя появляться в Хомиш. Это вот такой один из множества парадоксов нашей реальности. То есть им там можно быть, нам там быть нельзя. Но мы пошумели там, и вот такая получилась фотография. Она сейчас стала фотографией Шолома-Кшав, которая у них там висит на главной странице. Вот такая история. Очень примечательно вот это вот двойные стандарты. История совершенно потрясающая. Это же классическое своим все врагам закон. Мы же даже не враги, мы же израильтяне. Мы свои. Я уверен, что многие в армии вас как врагов не воспринимают, но политически для нынешней власти, как и для предыдущей, вы все-таки скорее враги. То есть мы оказались неподобными. Видишь, говорят расизм, там, сегрегация, ничего подобного. Левые активисты, они в той же упряжке, что и палестинцы. В каком-то смысле, конечно. Да, безусловно. То есть с точки зрения армии... Им можно окна разбивать в машинах, например, а полиция, армия ничего не сделает спокойненько. Это не просто так. Я хочу сказать, что это, да, это случай, который произошел недавно, неделю назад. И мы выложим видео в комментарии под нашим видео. Совершенно потрясающая сцена, когда поселенец долго выбирает, да, то есть человек явно не в состоянии... Присматривается. Присматривается, да, выбирает огромный булыжник и, размахнувшись, кидает его в окно машины, где сидели две левые активистки. Сначала они заблокировали дорогу, чтобы они могли проехать. Да, совершенно верно. И все это в присутствии. Все это в присутствии армии, за всем этим спокойно наблюдает армия и люди, которые... Командующий бригадой, полковник спокойно смотрит. Вот, такие дела. Так что сегрегация, она есть. Да, и вот этот абсурд, да, этот абсурд существования, вот бытия, абсурд, да, бытия на оккупированных территориях, все эти серые зоны, вся эта постоянная как бы дискриминация. Одним одни законы, другим другие законы. Вот он как раз уже 55 лет практически ровно до дня и продолжается, да. И конца краю этому не видно. Я, собственно, то есть если ты закончил мне рассказывать про ваш героический поход, да, то сегодня, дорогие мои, и мы покусимся, и конкретно я покушусь с тяжелым сердцем на, возможно, главную священную корову во всем израильском как бы правом нарративе. И не только правом. О, не то слово, не то слово. Сейчас начнется резня этих священных коров. Сейчас начнется, да, сейчас начнется резня священных коров. А именно и так. Я надеюсь, кошерная резня. Все будет кошерно. Шок, шок. Окей. Итак, 55 лет назад, почти с точностью до дня, да, с пятого, это было 50-е, по-моему, примерно, с 4-50 июня 1967 года произошла шестидневная война. Один из эпизодов израильской истории, по поводу которого, кажется, согласны вообще все, да, то есть и правые, и левые, даже левые, которые активно критикуют израиль за все остальное, они очень часто говорят, считают, что шестидневная война, это был тот самый вот наш, как бы, звездный час, когда мы были во всем правы. Многие считают это, извини, переломным моментом, да, в истории Израиля, что как бы до того все было хорошо, справедливо и правильно, а вот 1967 года начались проблемы. Да, это уже, как бы, это уже, скажем, не классическая, как бы, левая точка зрения, это немножко больше, как бы, вот эта самая центристская точка зрения, потому что все-таки левые, как бы, нормальный продвинутый левый скажет тебе, что, да, как бы, была нагба, было изгнание беженцев, как бы, И было 20 лет военного режима. Конечно, да. Для арабов в Израиле. Для арабов в Израиле, да. Но это уже, об этом уже знают только самые продвинутые. Тем не менее, тем не менее, вот, я хочу подчеркнуть, что, как бы, вот мы с Аней, мы не радикалы, да, мы не то, чтобы левые радикалы, у нас есть знакомые, которые намного левее, которые намного левее нас. Например, мы, нам не очень нравится идея одного государства, да, для всех. И поэтому мое отношение к шестидневной войне, которая, как вы уже догадались, видимо, неоднозначная, оно обусловлено вовсе не моей позицией, да, на политическом спектре, обусловлено исключительно изучением, долгим изучением исторических фактов. Но тебе скажут, что ты их изучишь, как бы, пристрастно, не объективно. Или наоборот, слишком объективно. Я знал, что это будет, я знал, что это будет, и я поэтому, я хочу предложить немножко описать свой подход, да, свой подход к историческим фактам, которые я, как бы, практикую, как исследователь, там, которым я себя считаю. И он немножко напоминает, и мне кажется, это, как бы, абсолютно резонно, немножко напоминает подход следователя полиции, да, или судьи, то есть, вот, работников, типа, вот, так сказать, правозащитных органов, там, охраны, да, правопорядка, которые просто хотят разобрать какую-то ситуацию, да, вот. И они, как бы, разбирая эту ситуацию, например, когда идет, там, судебное заседание, да, постоянно применяются такие критерии, как, например, мотив, да, то есть, мотив, это, естественно, это, то есть, это не главное, это не решающий аргумент. То есть, если у тебя есть мотив, это не значит, что ты совершил преступление, но это важный элемент, это важный мазок в этой общей картине. Мотив, возможность, да, то есть, насколько у тебя есть возможность совершить то, что тебе приписывают. Интересы в более общем смысле, да, твой предыдущий, как бы, паттерн поведения, да, и вот все вот это, то есть, когда судья беспристрастно, когда ведется судебный процесс, и судья, как бы, по возможности, беспристрастно разбирает это дело, мы все понимаем, что вот такой подход, он необходим. И вот такой подход, он очень хорошо, как бы, действует против общепринятого нарратива, потому что, как бы, вот, израильский нарратив, он в принт, это очень упрощенная, как бы, сказка, где есть хорошие, есть плохие, и никто особо не задается вопросом, вопросом, ведь очень важным вопросом, а почему, почему вот эти вот, как-то фундаментально плохие, а вот это фундаментально хорошие. Да, вот ты же с этим тоже как бы постоянно сталкиваешься. Это некая аксиома, которая почему-то не требует доказательств. Ну, мы как бы, я должна сказать, мы как бы все представители западного мира, если можно так сказать. Мы действительно, у нас у всех есть какие-то установки, что арабы плохие, арабы агрессивные. И я много раз слышала, почему на Ближнем Востоке, вот у меня войны, а Европа такая цивилизованная. Я такая, алло, алло, две мировые войны за 20 век, это ничего. А если вспомнить более ранние времена, кровь в Европе лилась непрерывно. Это сейчас, это действительно то, что называется, выковались в горнилах войн вот эти параметры. Правила, этот гуманизм. И то, мы видим, как его рвется эта ткань. Это очень тонкий слой. Действительно, я тоже как бы вот про это думал, что действительно причина, по которой израильтяне и многие европейцы, многие западные люди воспринимают Израиль как априори более моральную сторону в этом конфликте, это некая форма культурного расизма. Это вот некое представление о том, что вот эти культурные люди, которые слушают Чайковского и читают Достоевского, они как бы изначально более моральные, более мирные, чем условные варвары. Но, да, история, история и говорит нам, что это не так. То есть, если говорить о том, что это как бы все это в становлении, что не так давно эти арабские страны получили независимость, да, давай вспомним, как бы в Европе все это в становлении государственности. Но у нас, так сказать, бывших советских людей, у нас вообще есть очень сильный стереотип, да, который можно сформулировать, как если Евтушенко против, то я за, да. То есть, у нас всегда в Советском Союзе было принято очень поддерживать Египет, скажем, да, и осуждать Израиль за военщину, поэтому автоматически все, кто против Советского Союза, они должны наоборот поддерживать Израиль и осуждать арабов. Между прочим, в Украине происходит то же самое, ведь фактически Украина сейчас, ситуация в Украине, она похожа на ситуацию в Палестине, скажем, тогда же, 55 лет назад, кроме того, что Украина не нападала, ну и палестинцы не нападали, кстати, да, палестинцы с территории. Так, сейчас я очень надолго уйду, куда-то я постараюсь вернуться. Итак, но даже Украина, она старается ассоциировать себя именно с Израилем. Очень понятно, Израиль сильнее, с ним интересно ассоциироваться. То есть Украина ассоциирует вот то, что сейчас происходит с Израильской войной за независимость. Хотя как бы, вот лучше бы исторически, лучше бы этого не делать, потому что там как бы не все так гладко. То есть внешняя экспансия, безусловно, была в войне за независимость в 1948 году, но было еще много чего другого интересного. Окей, то есть как бы у нас есть такой культурный стереотип. Израиль хорошо, арабы плохо. И поэтому, как ты говоришь, судебное рассмотрение, опять же, считается, что арабов изначально, вот они настолько плохие, да, и у них, опять же, всегда есть мотив уничтожить Израиль. То есть все это уже остается за скобками, да. То есть у них уже есть и мотив, и возможность, и некий бэкграунд. Да, я хочу вернуться вот к этой вот, к этой системе рассмотрения, да, которую я предложил. Но я сначала хочу сказать, вот да, хорошо, что ты напомнила про советский, советский, да, нарратив, советский вариант, который, грубо говоря, звучит как веролом, израильская военщина вероломно напала, да. Так вот, я не буду вам рассказывать, что израильская военщина вероломно напала. Я говорю, что, как бы, обратный вариант, да, что вот арабские полчища собирались вероломно напасть, это точно такая же пропаганда. Абсолютно. То есть, естественно, она намного сложнее, намного более нюансированная, и я сейчас очень быстро постараюсь описать ее как в нескольких мазках. Невозможно, как бы, естественно, все, тем более, что еще одна вещь, которую очень важно понять, нарратив еще как работает, да. Он не рассказывает вам всю вот сложную цепочку событий, потому что это сложно, этим очень забивается как бы голова. Он как будто вот есть какая-то вот такая равнина, и на ней, да, вот есть какие-то вехи. Вот эти важные вехи, например, жили-жили мирно-мирно, шестидневная война на нас напали, да, на нас набросили. Жили-жили мирно, война судного дня на нас опять набросилась. Нет, в истории Израиля, история Израиля совершенно другая. В истории Израиля не было мирных периодов. Это очень важно понять, что шестидневная война – это всплеск, как бы, вот этой вот бурлящей лавы, да. Это просто такой особо мощный выброс, который имел свои предпосылки. И вот если их вот распутывать, распутывать этот клубок, то мы, безусловно, дойдем как бы до начала сионистского проекта. Мы сейчас так далеко не пойдем. Мы просто скажем, да, просто скажем, что пойдем немножко в другую сторону, да. До шестидневной войны было очень серьезное напряжение. Действительно, период очень сильного напряжения и, как бы, все более, как бы, серьезных столкновений. То есть, за несколько, буквально накануне шестидневной войны резко обострились отношения с Сирией, вплоть до воздушных боев над Дамаском. То есть, это фактически объявление войны. Это было воспринято в арабском мире, и вообще в мире, как очень серьезная эскалация. И вообще, все вот эти годы Израиль, как бы, можно сказать, что он отвечал на агрессию. Сейчас мы, как бы, отдельно. Но вопрос, как он отвечал, да. То есть, все международное сообщество, в том числе Америка, которая тогда с Израилем уже очень активно дружила, постоянно осуждали израильские акции возмездия за непропорциональность. И даже, как бы, люди, как, например, представитель ООН, такой легендарный от Бул, которого из Израиля считали, в общем-то, другом, в общем-то, довольно произраильским, как бы, он говорил буквально следующее. Он поражался вот этой, да, реакцией, как Pavlovian reaction, как говорят, да, на английском, то есть реакции собаки Павлова, да, Израиля на провокации, на теракты. Он говорил, вот то, что вы в ответ, там, на теракт, да, там, не знаю, заходите, там, и сносите деревню с лица земли, это не помогает, это не работает. Это только, как бы, вот, раскручивает дальше эту спиральную силу. Так оно и было, на самом деле. Так оно и было. Это все шло по нарастающей. Кстати, это очень хорошо понимал Машиша Ред. И он был, он всегда старался сдерживать эти операции и хотя бы делать их в меньшем объеме. Да, но армия, например, она была... И, в общем-то, само движение Федаинова, оно возникло после нападения череда на газу, черная стрела. Мне кажется, это еще немножко, это еще немножко, вот этот модус операнди, да, израильской армии, мне кажется, немножко сложился под воздействием войны за независимость, когда вот эта эскалация, она принесла очень хорошие плоды. Потому что она, в принципе, это была военная доктрина Бен-Гуриона. Он говорил, как, у нас очень маленькая страна, у нас нет стратегической глубины. То есть, если враг войдет в нашу страну, то как бы, то все, он как бы ее тут же пройдет. Поэтому мы должны нападать, мы должны нападать очень агрессивно. Да, вот это троица арта, трахра. Мы должны очень-очень интенсивно нападать, чтобы создать силу сдерживания. В общем, чтобы нас боялись, чтобы нас считали ненормальными и боялись, груще говоря. Да, но в результате, как бы, да, вот. Это велок эскалации. Это велок эскалации, но ты очень важную, как бы, все-таки, Израиль действительно боялись, соседи Израиль боялись. Сейчас мы к этому вернемся, я считаю, что это очень важная часть картины. Так вот, сразу, как бы, предтеча в шестидневной войне, это вот эти, например, обострения Сирии. Собственно, все началось не с Египта, все началось с обострения Сирии, когда Израиль, на самом деле, сделал несколько очень воинственных заявлений о том, что нам пора решать проблему сирийского террора и сирийских обстрелов, и мы там будем ее решать вплоть до смены режима. Это говорилось с открытым текстом. Плюс подсуетился Советский Союз и дал сирийцам и египтянам неверную информацию о том, что Израиль уже буквально вот со дня на день собирается напасть на Сирию. Хотя не очень понятно, это была сознательная дезинформация, или они действительно так думали, потому что Израиль, в общем-то, подавал поводы. Так вот, за несколько месяцев до этого, в октябре, по-моему, 66-го года, произошла очень серьезная карательная операция в Иордании, в иорданском городке Саму, где было убито очень много иорданских военных, погибли мирные жители, в этой карательной операции использовались танки. И все было это, я прошу заметить, в ответ на периодическое проникновение террористов, которые опять же были, это так. Но, например, в случае с Иорданией, очень многие, в том числе как международные наблюдатели, американцы тоже отмечали, что иорданцы честно пытаются с этим бороться. Просто когда есть, после того, как образовалась такая граница, вот эта вот как бы извилистая длинная граница, которая никак не охранялась фактически, там не было забора, бороться с этим было достаточно сложно. И тем не менее, египтян в Газии и иорданцев, как бы Израиль все время считал виноватым, и бил по ним как бы с применением тяжелого оружия, танков и так далее. И я хочу отметить, что каждая такая операция действительно подвергалась осуждению, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН, в том числе с участием американцев. И откатываясь дальше, эти операции возмездия, они были действительно ответом на палестинский террор, который тогда осуществлялся из-за границ. А палестинский террор, он как бы, он тоже прошел своеобразную эволюцию, потому что в самом конце 40-х, начале 50-х, это начиналось фактически с проникновения через границу невооруженных людей, которые просто как бы беженцы, которых Израиль не пускал. Они пытались вернуться к своим деревням, к своим посевам. И Израиль, на самом деле, как бы израильские пограничники стреляли на поражение. Забрать урожай, забрать что-то из дома. Безусловно, об этом как бы есть документы израильской армии, где об этом говорится, есть множество свидетельств тому, что так это начиналось. Потом, с годами, это действительно, это переросло в какую-то партизанскую войну, которую то поддерживали, то не поддерживали арабские страны, там у них были очень сложные отношения. Теперь хочу еще, значит, рассказать в двух словах о напряженности Сирии, с которой опять же все это началось. Водные войны. Да-да-да, вот ты очень любишь эту тему и высказывания. Даяна, давай, хочешь? А, я могу сказать вкратце, да, самое интересное, вот мы с тобой недавно оба прочитали книгу Ами Айалона, которая со своей стороны пишет именно об этом, да, что там после войны... Ами Айалон, прости, пожалуйста, я должен, я должен тебе напоминать, что не все наши зрители хорошо, достаточно хорошо разбираются в израильской политике, поэтому ты прибавляй титулы, там, звания. Хорошо. Ами Айалон, который возглавлял... Как это называется? Как это? Я не готовилась. Служба общей безопасности. Я решила начать сначала. Морской спецназ. Окей, он участвовал в боевых операциях. Он потрясающе. Он был тяжелой, он ранен, едва выжил. Да, в тяжелейших операциях участвовал, был адмиралом. По-моему, он возглавлял флот в какой-то момент. Возглавлял флот и потом его... Потом он стал главой общей безопасности Шабак. Которая занимается, собственно, борьбой с палестинским террором, прежде всего. И не только с палестинским, кстати. Вот, так вот он как раз родился на Кенерете. Он об этом довольно многие пишут в своей книге. Что его отец как раз из основателей вот этих кибуцов на Кенерете. Основывались они... Вот Амия Илон очень любит подчеркивать сходство этих кибуцников первых послевоенных лет с поселенцами на Западном берегу, до которых мы, дай бог, сегодня доберемся, да, в конце концов. Вот, он говорит, они точно так же захватывали землю. Они точно так же знали, например, что вот это вот демилитаризованные зоны возле Кенерета, это не израильская территория. Я хочу два слова обязательно сказать, что это за демилитаризованные зоны, собственно. Итак, значит, по плану раздела 1947 года Израиль получил определенную территорию, он согласился с планом раздела, но план раздела тут же, конечно, пошел в разнос, и молодой Израиль смог захватить намного большую территорию. И во многих местах выдвинуться к международной границе, которую в начале века провели французы и британцы, когда распределяли мандаты. Но сирийцы, у них тоже были кое-какие тактические успехи, и они захватили небольшие территории к западу, да, то есть с израильской как бы стороны от этой международной границы. И по условиям прекращения огня вот эти вот территории объявлялись демилитаризованными зонами. Еврейских поселений там не было или практически не было, но там было довольно много арабских деревень. Израиль туда не имел права заходить, Сирия вроде бы тоже не имела права заходить, но Израиль, как там рассказывает Муше Даян и так далее, короче, была задача эти территории потихоньку, вот тихой сапой захватить. Освоить. То же, что происходит на Западном берегу на самом деле. Да, и Даян как бы говорил конкретно, мы говорим, большинство обстрелов начиналось, потому что мы пускали туда бронированный трактор, который начинал вот этот, вот этот советский мирный трактор, ты помнишь этот прекрасный анекдот, который включив третью космическую скорость, вот, это был немножко такой бронированный трактор, который туда запускали, чтобы пахать как бы землю, которая, собственно, Израилю не принадлежала, плюс там всячески гоняли сирийских фермеров, сирийцев это очень злило, они начинали обстрел. Это не всегда так происходило, и никто здесь не ангел, и сирийцы как бы тоже не ангелы, но это очень сильно отличается, опять же, от версии, что израильские мирные землепашцы спокойно обрабатывали свою землю, а на них в это время сыпались сирийские снаряды. То есть, интересно, Айолон пишет вот буквально то же самое, что я читал у историков, что да, они распахивали эту землю, они переказно знали, что они делают, они переказно знали, что это как бы, что это не принадлежит Израилю, что это фактический захват. Да, я читала, что, скажем, тогда Рабин возглавлял войска, говорили еще про сирийский синдром, что все офицеры, которые служили на границе Сирии, они как бы проникали с такой бешеной ненавистью к Сирии, потому что действительно все время была напряженность, и что при Рабине там танки научились стрелять на километр. Это для меня вообще какая-то загадка, я как человек далекий от всего этого. Когда это прочитала, я переспросила у мужа, он очень увлекается танками, говорю, такое может быть на километр. И были там планы отвода воды, отвода притоков из Иордана, Ярмук. Как еще? Я, к сожалению, не думала, что мы об этом будем говорить. Итак, там все время была напряженность, и все время была готовность к каким-то боевым действиям. Все время 1948 года, с самой войны за независимость, была напряженность, за которую несет изрядную долю ответственности Израиль. И я хочу перейти, сложно о такой сложной вещи в формате подкаста, за несколько буквально минут рассказать структурирование. Поэтому я прошу прощения, чтобы немножко забросили вот это вот первое, то, о чем я говорил, типа давайте рассмотрим мотивы, давайте рассмотрим возможности, давайте же рассмотрим немножко. Вот мы говорим сейчас про бэкграунд, в общем-то. Именно, именно. Паттерн поведения. Да, и вот я хочу сказать, что как бы мотивы Израиля объективно, и в общем-то достаточно понятно, они не были мирными. Потому что Израиль действительно считал эту землю своей. То есть Израиль как бы на идеологическом уровне считал, что вот то, что он получил только часть эры Цесраэля, только часть Палестины, это в общем-то большая несправедливость. И я не говорю, что как бы, опять же, тут все надо, тут нельзя рассматривать как черное и белое. То есть нельзя сказать, что Израиль был, только и ждал момента, чтобы вероломно напасть на израильской военщине. Еще потому что и в Израиле были разные голоса, да, был более воинственный Бен-Гурион, был менее воинственный Мушешаре, был более воинственный Галя-Лоун, кого только не был. То есть были внутренние дискуссии. И был очень невоинственный, давай запомним, Левиешколь, собственно. Левиешколь, да. Собственно, премьер-министр во время. Да, безусловно, то есть были еще и внутренние дискуссии, как и на другой стороне, естественно, да, был какой-то спектр. Но, в принципе, и в общественном сознании, идеологически территории, территории, которые остались как бы за арабами, то есть вот эти милитаризованные зоны возле Кеннера, это естественно, естественно, Иудеи и Самария, Западный берег, они воспринимались как, то есть вот тот факт, что они еще не в израильских руках, и особенно Иерусалим, естественно, да, Стена Плача, Храмовая гора, это воспринималось как гигантская историческая несправедливость. То есть у Израиля на самом деле, да, был очень серьезный мотив. Теперь, тут очень важно понять, да, хотел ли Израиль уничтожить арабские страны? Нет, нет. Израилю это было совершенно не нужно. Кроме, как бы, да, можно сказать, что можно вспомнить, что в свое время Израиль пытался и долго лелеял планы расчленение Ливана, да, смены режима в Ливане, то есть это, в принципе, это довольно серьезно, это можно назвать, в общем-то, как бы, ну, уничтожением нации, в том смысле, что это как бы смена политического режима. То есть, скажем так, мы в Израиле реагируем на гораздо более мягкие заявления. Да, конечно, безусловно, да. Идеи по поводу Ливана тоже это, вынашивал еще Бен-Гурион, и то, что началось в 82-м году, это все было, как бы, долго носилось. И были практические попытки даже поставили произраильского башара Джмаэля, как бы, вот, которого убили, правда, очень быстро. Ну, неважно. В 82-м. Да. Мы отвлекаемся. По поводу мотивов, извини, пожалуйста. Вот то, что ты говоришь насчет идеологической тоски по Большому Иерусалиму, как бы, я знаю людей, которые говорят, что этого не было, что это все появилось после 67-го года. Но что было? Были как раз соображения безопасности. Армия была тогда очень ястребиной. И они говорили, что вот у Израиля очень узкая талия, да, там, в районе Натании, что в случае нападения нас просто перережут пополам. И поэтому они говорят, что да, нужно вот немножко уплотнить, нужно приобрести эти территории. Да, безусловно. Я считаю, честно признаться, я не верю, что вот прям вот страна прям вот не как бы на ящице. Насколько мне известно, потеря старого города, потеря еврейского квартала Иерусалима для многих была очень важна. Может быть, не для всех. Безусловно. Ну, короче, так и... То есть это было сейчас, как такое вот прямо вот, чтобы без него жить не было? Нет, это, кстати, это действительно, это такая немножко наведенная галлюцинация. Да. Вот то, что... Даже не моя сфера. Говорили, что западный Иерусалим, извини, он вот такой продвинутый, западный, да, такой... А там вот как это вот... Да, но это не совсем... Заткло этот мирок. Не, не, смотри, там была все-таки Стена Плача. Это был очень мощный символ. Иначе, если бы это не было мощным символом, это бы не стало вот такой иконой в первые же дни войны, да, Стена Плача в наших руках. Нет. То есть ты же знаешь, что сионизм, он, в общем-то, он был, сказать, за построение нового, да, нового игре, нового... Да, извини, хорошо. Итак, у нас есть разная информация от разных источников на эту тему, да. Так вот, я просто хочу сказать, тут очень интересная, на мой взгляд, игра вот этих вот стимулов, да, возможностей и желаний. Потому что, да, арабы, арабские страны, да, и палестинцы, да, они, конечно, понимаете, что они хотели уничтожить Израиль. Они бы хотели, чтобы Израиль не существовало, их бы это вполне устраивало. Они так жили до того, да, до того, как бы Израиля не было. Но была ли у них такая возможность? Нет. Такой возможности у них не было. Как бы арабы с треском проиграли в 48-м уже году, и как бы арабы с треском проиграли в 56-м году. И в 67-м году было, в общем-то, очень как бы, был консенсус. Среди всех, кто имел какое-то серьезное отношение к этому вопросу, к вопросу обороны, и в Израиле, и в Америке, и у британцев был консенсус, что Израиль легко победит соседние арабские страны вместе или по отдельности, вне зависимости от того, нападет ли он первым, или они нападут первым. Это не значит, что была эйфория. Да, то есть перед шестидневной войной действительно была довольно тяжелая атмосфера, потому что внезапная атака со стороны Египта, например, она могла бы все-таки потрепать как бы израильскую армию, она могла, наверное, вылиться в серьезные, может быть, какие-то потери, а потери это очень болезненные для Израиля. Но тем не менее, в отличие от распространенного мифа, да, и я должен сказать, что отношение атмосферы на улице действительно была, может, близка к панике, но атмосферы в коридорах власти абсолютно нет. Люди, которые знали, что происходит, люди, которые могли оценить израильскую военную мощь против арабской военной мощи, в общем-то, знали, что бояться нечего, по большому счету. Так вот. Не знаю. На этот визит знаменитый Рабина, да, Бен-Гуриона, в общем-то, говорят, что Рабин был в панике. Об этом сходят разные слухи, на мой взгляд. Он уже объявил мобилизацию, да, Бен-Гурион сказал, как раз Бен-Гурион сказал, что это провокация. То есть Бен-Гурион, который всегда, наоборот, всегда атаковал, всегда занимался провокациями, обвинил власти в том, что они провоцируют мобилизацией. Вообще непонятно. Есть множество свидетельств, буквально множество, о том, что превалирующее мнение было именно таким. И, собственно, оно, пожалуй, что и не могло быть другим, потому что было множество столкновений, да. Опять же, вот все вот эти карательные операции, да. В 1956 году, в конце концов, операция на Синае. Ну, конечно, конечно. Как Синае захватили в 1956. Я ее упомянул, да. И плюс все вот эти, каждая вот эта вот карательная операция, она была гигантским успехом израильской армии. Она просто, каждая такая операция высвечивала, как бы, да, превосходство израильской армии. Поэтому я не знаю, был ли арабин в панике, я не знаю, как бы, можно ли это документально подтвердить, но то, что превалирующим мнением вот в оборонном, да, эстеблишменте было, что Израиль достаточно легко победит, как бы, на этот счет, как бы, споров среди серьезных историков нет, насколько мне известно. И вот я, значит, что пытаюсь сказать. Картина была такая. Израиль не собирал, не хотел уничтожать арабские страны, да. У него зачем? Он не может их заселить никак, никем, да. То есть ему надо, ему бы, как бы, свою, как бы, землю. Но Израиль очень, в принципе, хотел территориально расшириться в интересах обороны и, естественно, по национально-патриотическим причинам и имел такую возможность. С другой стороны, арабы, они, как бы, они, в принципе, были бы не против, да, уничтожить Израиль, но возможности такой у них на самом деле не было. А и риск, риск поражения, да, то есть в случае поражения риск был гигантским, что, собственно, что, собственно, и подтвердила, как бы, история, правильно? И в этой ситуации это очень важно, как бы, с этого очень важно начинать рассмотрение вот этого вот периода, который непосредственно предшествовал шестидневной войне. Потому что там еще была очень серьезная политическая игра, которую обострял, которую Израиль своей эскалацией, да, которую мы только что рассказали, он ее очень обострял. То есть вся вот эта вот арабская понятие о чести, да, вот. И это же был период панорабизма, когда Насар, стоявший во главе Египта, да, он пытался закрепиться как лидера арабского мира, как защитник. А какой защитник, когда, какой защитник, когда вот Израиль заходит в газу и делает что угодно, убивает десятки там палестинцев и египетских военнослужащих. Как бы какой он защитник, когда Израиль там сбивает сирийские самолеты над Дамаском. Или когда Израиль сносит с лица земли городок в Иордании. И это не просто так. В арабском обществе зрело недовольство. Зрело недовольство как бы тем, что бездействием Египта. И обращались к Египту как все-таки там главной силе. И есть еще один очень интересный. Ну вот, собственно, и вот именно вот эта эскалация. Откуда она вообще взялась, эта эскалация? То есть, когда говорят то, что седневная война, обычно ее вскользь упоминают. Ну, была эскалация. Можете сказать, ну почему она была? Ну, как бы разберитесь, скажите. Эскалация была именно из-за вот этих вот постоянного-постоянного цикла атак террористов, акций возмездия непропорциональных и так далее. И вот Египет решил, начинался решил, что он должен сделать какой-то очень серьезный шаг. Какие у него были инструменты? Я утверждаю, что он не мог напасть на Израиль, как бы всерьез рассчитывая на серьезную, на какую-то победу важную. Но он мог, например, перекрыть тиранские проливы. Что он и сделал? То есть, это был очень рискованный такой шаг. Это была тоже эскалация. Она была, скорее всего, незаконна с точки зрения международного права, хотя по этому поводу есть разные мнения. Вот. Это то, что он мог сделать. Какой еще символический жест он мог сделать? Он мог, например, ввести в Синай войска. Синай после 1956 года был как бы практически демилитаризован, и там находились войска ООН. Кстати, по решению Совета безопасности ООН, вот эти вот миротворцы, они должны были находиться по обе стороны границы. По египетскому и по израильскому. Но Израиль в нарушении этой резолюции миротворцев у себя не принял. Поэтому они были только на территории Синай. И Египет имел, в принципе, полное право их оттуда попросить. Но там не совсем так получилось, потому что он попросил их потесниться. А, собственно, по-моему, сам Утан, глава, то есть тогдашний секретарь, генеральный секретарь ООН, сказал, нет, потесниться мы не будем. Если нам мешают выполнять наши задачи, мы отсюда просто уйдем. Поэтому решение полностью как бы уйти, оно было не за Египтом. И начались какие-то маневры. Вели одну дивизию, вели другую дивизию. Заблокировали, опять же, проливы. И действительно, это можно было счесть актом войны. Казус Белли. В принципе, в любом мифе есть некая доля правды. Кстати, тут я хочу очень-очень быстро уйти в стороны, сказать, что я дочитал книжку нашего прекрасного Шаули Ариэля, одного из лучшего исследователя арабо-израильского конфликта, которого мы с тобой очень любим. Его книжка про мифы, которая, к сожалению, существует только на иврите пока что. И он там все время говорит, какое зерно правды в каждом мифе. Гарина Меттон. Гарина Меттон, да. Ядрышко, зернышко. Он говорит, что под всем этим, да, под всей этой оболочкой мифа там есть некая ядрышко правды. Абсолютно, безусловно. Это некая несущая конструкция. На это все, собственно, как бы налепляется. И вот тот факт, что по условиям мирных договоров 1956 года, после вторжения в Синай, неудавшегося синайской кампании, Египет не имел права перекрывать тиранские проливы, которые, собственно, ведут Вейла, да, то есть вот этот вот судоходный путь, это правда. И то, что американцы гарантировали, что этого не случится, это тоже правда. И то, что это, в принципе, можно было рассматривать как казус Белли, как повод к войне, и это правда, да. Но вопрос, насколько это оправдывает превентивный удар. И с точки зрения международного права совершенно не факт, что это все оправдывало превентивный удар. И когда мы говорим о том мирный, да, мирный Израиль, насколько Израиль был мирным, мне кажется, очень важно понимать, что значит мирный, да. Мирный – это не значит, что я по малейшему поводу даю в морду, да. Это как бы… Мирный – это значит, что я пытаюсь, пытаюсь, пока можно избежать конфликта, пока можно решить проблему средствами дипломатии. Так вот, есть очень как бы серьезные основания предполагать, что Египта на тот момент не планировала нападения. Есть несколько поводов так думать. Первое, что тут же все возможные стороны развили бурную дипломатическую деятельность, в том числе американцы. Американцы очень пытались избежать этого конфликта. Американский представитель поехал в Египет, и появились какие-то телеграммы, какие-то сведения о том, что Египет может быть даже готов ослабить блокаду и передать это дело в какой-нибудь морской трибунал или в другой международный суд, чтобы международный суд решил. В конце концов, египетский вице-премьер был приглашен, то есть заместитель Нассера был приглашен в Вашингтон. Была назначена дата визита. Об этой дате визита израильтяне были осведомлены. И они начали войну за, по-моему, если я не ошибаюсь, за два дня до этого предполагаемого визита. Визит, естественно, был сорван, началась война, она протекала очень быстро, и случилось то, что случилось. Теперь, имел ли Израиль право напасть? Ну, положим. Имел ли Израиль действительно такие веские основания опасаться какого-то египетского или совместного египетского и сирийского нападения буквально со дня на день? Это очень сложный вопрос. Скорее всего, нет, но вы можете попробовать самостоятельно изучить материалы, но легко не будет, сразу предупреждаю. Сделал ли Израиль, и вот тут мы подходим к вопросу, сделал ли Израиль все возможное для того, чтобы войны избежать? Скорее всего, нет. Вот тут для себя ответ на этот вопрос у меня отрицательный. Хотя это напрямую противоречит тому, что Абе Эвен, или Абе Эбан, как его называли в Советском Союзе, великий пропагандист, великий израильский пропагандист, в ООН сказал буквально следующее. Мы никогда в жизни так не боролись за мир, как вот в этом случае. Так вот, это фигня. Это фигня. На мой взгляд, Израиль слишком быстро решил напасть, не исчерпав всех возможностей для дипломатии. И в результате мы получили то, что получили. И вот, собственно, эта война стала точкой отсчета для нынешней фазы конфликта, в центре которой лежит оккупация палестинских территорий. Мы еще можем очень долго говорить о юридических аспектах, но мы не будем. По-моему, мы и так уже потратили очень много времени на эту речь. Но я очень хотел, знаешь, все-таки отписаться по поводу этого 55-летия. И суть в том, что вот с этого и началась вот эта вот странная эпоха с того, что территории, которые Израиль тогда захватил, гигантские территории, не были, их статус не был улажен, согласись, что большая их часть была возвращена по мирному договору, по мирному договору с Египтом. Все до последнего квадратного сантиметра. Для этого понадобилась война вообще-то. Да, для этого понадобилась еще одна война, это правда, это правда. Но проблема этих территорий, проблема их статуса была решена. Решена с помощью мирного договора. Потом Израиль через много лет решил проблему своей северной границы, отойдя на международно признанную границу с Ливаном. Тоже до последнего сантиметра. Решил проблему восточной границы, кроме западного берега, подписав мирный договор с Иорданией. Это все прекрасно, это действительно светлые пятна в израильской истории. Но вот этот вот кусок земли, вот эти вот 22% подмандатной Палестины, которые составляют западный берег и Газу, статус этих территорий не был урегулирован. И история нынешней фазы конфликта, она происходит именно оттуда. Вот, собственно, я, пожалуй, закончу свое долгое слово излияние. Спасибо, спасибо. Я, кстати, когда читала про всю эту историю эскалации, да, 50-х годов, знаешь, кого мне было больше всех жалко, Маша Шаретта, потому что вот он был действительно дипломат, в отличие от Абэвена. Он действительно все время пытался, он договорился с Иорданией, он договорился с Египтом, но каждый раз... Он, кстати, сделал замечательное водное соглашение на границе с Сирией, которое проработало 10 лет. И каждый раз, когда он что-то такое добивался каких-то... Постоянно была какая-то тайная дипломатия с Нассером, вмешивался Бангурион, или Маша Даян в основном, это был Бангурион, и все ему ломал. Здесь было безумно жаль всех этих бесконечных дипломатических усилий, очень навредило, кстати, опять я не собиралась об этом говорить, поэтому я не проверила как-то по-русски, Эссек-Биш, позорная акция в Египте, когда поймали неподготовленных израильских террористов. Да, раскрыли шпионскую террористическую сеть израильских. Да, там были большие непонятки, с тем было это одобрено Петхасом Лавоном. В общем, их приговорили, в результате части из них приговорили к смертной казни, и Шарет прервал переговоры, сказал, что они будут переговариваться в тени виселиц. В общем, есть история попыток мирного улаживания с Египтом и Сирией, но она вся упирается действительно в какие-то, поистину, Маша Шарет называл это дьявольским, он сказал сам дьявол не выбрал бы лучшего момента, каких-то безумных, очень агрессивных акциях Израиля, которые назывались операция возмездия. То есть это расшатывало всю дипломатию моментально. И так, в общем-то, возможно, этой войны могло бы не быть. Да, собственно, кто-то... А, нет, да, это, конечно, было сказано про Ливанскую войну. Но, в принципе, много чего могло не быть, потому что, во-первых, мы вам как-нибудь обязательно расскажем действительно про историю мирной дипломатии, которая, опять же, я вот хочу немножко к этому вернуться, никто как бы про нее не рассказывает. Говорят, арабские страны все, не признали Израиль. И вот окей. Ум шмом. Да, вот Израиль. Верх уважения к международным инстанциям. Да, Дат Сори? Нет, я говорю сейчас даже не про инстанции, это отдельно. То есть история отношения Израиля с международным правом и с решением международных органов, это тоже отдельная история. Но, действительно, мирная дипломатия, она, вот ее история, это совершенно забытая, скрытая и очень увлекательная. И мы с тобой вместе ее как-нибудь обязательно нашим зрителям расскажем. Но, действительно, мирная дипломатия началась не после войны за независимость. Она началась до войны за независимость. Потому что уже тогда Иордания, в принципе, да, король Абдала, да, она, в общем-то, не очень хотела вот этих вот разборок с Израилем. И не очень, не собиралась как бы уничтожать Израиль и сбрасывать евреев в море. В Иордании были свои интересы, у сионистов были свои интересы. Все встречались. Король Абдала там с большими почестями принимал израильские делегации еще, собственно, до образования Израиля. После войны за независимость было множество... Постоянно. ...множие мирных предложений, в рамках которых там Израиль предлагает... Израиль предлагали отказаться от кусков, захваченные в 1948 году территории. Были договоренности о принятии какого-то числа беженцев и так далее. И вот эти контакты практически никогда не прекращаются. Это отдельная теневая действительно история. Да, но чаще всего успеха не имеет. В общем, мы вам расскажем. Итак, что мы еще хотели сказать? А, ну, я в прошлый раз вам говорила, что никто иной, как Минахенбегин в 1982 году назвал войну 67-го года войной по выбору. А, вот, я же вот это хотел вспомнить. Да, да. Он сам признал, что это была война по выбору, но ему нужно было оправдать Ливанскую. Ему нужно было оправдать первую Ливанскую, потом он говорил, вот бывает. Дальше. В оправдании Израиля. Я опять же могу сказать, что действительно, когда ты постоянно живешь под угрозой, когда возле твоих границам скапливаются войска и прочее, прочее, то, в общем-то, возможно, есть такой вариант, что было бы правильным нанести превентивный удар. Но, как бы, что дальше? Мы часто говорим, совершенно не важно, поэтому, кто начал войну. Потому что, в общем-то, войну начали обе стороны. Статус захваченных территорий не зависит от того, кто начал войну. Поэтому он говорит о недопустимости приобретения территории силой. Потому что потом историки могут десятилетиями, столетиями разбираться, кто начал войну, было ли это неизбежно, кто на первый удар, были ли у этого основания и так далее. Статус территории не должен от этого зависеть, потому что люди, которые живут на этой территории, они не должны от этого страдать. И, возвращаясь к Маша Даяну, именно Маша Даян сказала, что палестинцы с западного берега не принимали участие в шестидневной войне. Их вообще никто не спрашивал. Они были орданскими подданными. И я не знаю, есть ли у нас время поговорить немножко о том, что эта война, как бы, действительно, стала возможностью наложить лапу, особенно на западный берег. Я не знаю, были ли, как бы, какие сантименты у Израиля были по отношению к Газе, но по отношению к западным берегу, они, конечно, были всегда. Ну, это то, о чем мы говорили, да. Да, вопрос там, насколько это было принято в обществе. Мне кажется, сам Израиль, сам, как бы, Израиль, условно, да, то есть руководство израильское, оно, это действительно был очень серьезный вопрос. Это была очень серьезная проблема военная, дипломатическая и так далее. И мне иногда кажется, что Израиль сам не знал, что какие-то вот в первый период, да, вот первые несколько лет шаги, какие-то шаги на западном берегу предпринимались как-то довольно хаотично. О, это очень интересно. Я как раз собиралась сказать пару слов на эту тему. Значит, была иорданская опция, да, и была палестинская опция. Левиш Коль вел переговоры с лидерами западного берега, палестинскими, да, и с Иорданией. То есть сначала он вел с палестинскими лидерами, потом, когда с ними не удалось договориться, он вел переговоры с иорданцами. И говорили, что это все для отвода глаз, что одним говорил, что он договорится с другими, а другим говорил, что он договорится с одними. Не очень понятно. Эту тему как бы сильно исследует Адам Рас. Но почти сразу был принят план Олона. Единственное, что известно, что даже если часть территории собирались передавать или возвращать Иордании, или передать под палестинское образование, это явно были не все территории, потому что был почти сразу принят план Олона по застройке, по разделу, в общем-то, западного берега, разрезание его пополам, застройки в Иорданской долине, то есть создание зоны безопасности. Я подозреваю, что Игаль Алон, как военный человек, он следовал вот тому же, о чем говорили до войны, что Израилю нужна зона безопасности. Возможно, на тот момент это действительно так было, до договора с Иорданией. Да, но я просто... Смотри, что делать с палестинцами, никто не знал. Какой у них будет статус, было непонятно. Что делать с попытками поселенчества, поначалу тоже никто не знал. Не было какой-то четкой государственной политики, то есть какое-то время поселенчество пытались предотвращать, но первые поселенцы очень умело манипулируя фактами на местности, прибегая к прямому обману, к политическим манипуляциям используют. Тихой сапой как-то вот этот поселенческий проект начался. Честно, мне кажется, что большая картина, большая картина, это что планы были, конечно, но по большому счету, как будто никто не знал. Как будто вот у нас уже 55 лет, продолжается вот этот период, когда бы вот эта какая-то кость, застрявшая в горле, которую ни проглотить не выплюнуть. И можно только бегать с ней. Я хочу, это очень хорошо как бы у меня ложиться на эту фразу, фраза Леви и Школь. Леви и Школь после шестидневной войны, он очень любил показывать звук Ви, Ви победы. А его жена, которая была очень воинствующая, умеренная, то есть у нее были очень умеренные политические взгляды, но при этом она была очень активной женщиной, дофинцетовая моложе, говорит, что я бы уролся весь кабинет. Так вот она говорит, Леви, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты это показываешь? Он говорит, это не Ви, это не Виктор, это не британская Ви. Это на Эдиш. Викрихт мяна Ройс. Я прошу прощения, я это знаю по английской транскрипции. Что мы будем с этим делать? Как мы из этого выберемся? Ну вот, да, да, именно так. Именно так. Вот, и символом всего этого дела, на мой взгляд, одним из главных символов стал закон, который только что, буквально такое ощущение, что вот об этом законе, принятом 55 лет назад, только что все вспомнили. Узнали, я думаю, многие о нем впервые узнали. Конечно, да, конечно. Так же, как о законе о гражданстве. Вот интересно, что наша коалиция, наша оппозиция, да, она как бы поднимает, против желания, она поднимает темы, о которых Израиль, в общем-то, не очень любит говорить, скажем, вот тоже закон о гражданстве. Мы не просто так вспомнили, мы не только просто так вспомнили об этом законе, потому что действительно, он действительно очень занимал умы, он стал как бы причиной очередного правительственного кризиса и очень занимал умы израильтян в течение примерно недели, пока мы не переключились на что-то другое. И это потрясающая совершенно картинка, да, вот какая-то проекция вот этой вот реальности, да, вот безумной. Я очень хочу, чтобы ты вот нам поподробнее рассказал. Окей, с чего мы начнем? Собственно, с закона или с... Да, да, давай расскажем, как бы, что это, почему он был принят, зачем он был нужен. Интересно, да, интересно, что про этот закон, я подозреваю, что никто не знал, да, потому что про него сейчас комментаторы говорят очень странные вещи, что это типа закон и порядок на территориях, да, что это подсудность поселенцев, да. На самом деле это намного, намного больше. То есть что произошло, если возвращаемся в шосседневную войну, мы не так далеко ушли. Значит, первым же делом, значит, есть оккупированная территория, да, все знали, что это оккупированная территория. Значит, на ней приказом номер один военного командования был введен военный режим. И приказом номер два военное командование было назначено как бы сувереном на оккупированных территориях. Фактически, на самом деле, военное командование и является до сих пор там сувереном. Потому что это законно на оккупированной территории. С точки зрения международного права на оккупированной территории сувереном является оккупационная власть. Да, и что еще по международному праву? Что он еще говорит нам? Удобно это международное право, на него все время ссылаться. Что на оккупированной территории страна-оккупант не имеет права вводить свои законы, менять свои законы. В чем смысл? Они временно оккупировали, они должны поддерживать на ней какой-то порядок, какое-то жизнеобеспечение до урегулирования. Потому что оккупированная территория по определению это временный статус. Мы не можем как бы закреплять на ней свою власть. Итак, значит, поэтому… И это тоже. Итак, мы же Израиль. Израиль очень умный. Израиль в самом деле очень умный и очень хитрый. Поэтому как бы то, что придумывает Израиль для закрепления своей власти, это совершенно уникальная система. Это, кстати, отмечает Эмнисти в своем отчете об апартеиде. Вот как это наш парадокс с Хомыш, когда поселенцам там можно быть, а демонстранцам там нельзя быть из-за того, что там нельзя быть израильтянам. Итак, Израиль ввел указы о чрезвычайном положении, которые вот, собственно, и продлеваются каждые пять лет вплоть до этого дня. Но, естественно, они всегда продлевались без стучка и без задоринки. Это абсолютно была как бы дежурная процедура. И вот только сейчас, из-за того, что Ликут так странно себя ведет, мы к этому потом вернемся. Это именно то, что сейчас все обсуждают. Он не прошел. Из-за этого закон стал достоянием общественности. О чем он говорит, этот закон? Что мы как бы в экстренном порядке, временно, мы даем израильтянам возможность жить на оккупированной территории по израильским законам. Это очень большой закон, очень много что упоминает. Но на самом деле, если вдуматься, вот сейчас мы тебя спросим, потому что ты живешь за границей Израиля. Люди живут за границей Израиля, а они живут как в Израиле. Вот, например, у тебя соцстрахование есть, Битог, Леумид, ты выплачиваешь, ты что-то получаешь от них сейчас или когда ты не в Израиле живешь? Издеваешься, да? То есть ты и не платишь? Нет, конечно, само собой. Голосовать я не могу. Да, проголосовать. И если ты совершишь преступление, я надеюсь, что ты не будешь, тебя будет судить. Да, постарайся. Американская власть по американским законам. Это значит, какая власть на Западном берегу, мы вспоминаем, там оккупационная власть военной администрации. Так вот, эти постановления военного периода, экстренного периода, они говорят о том, что израильтяне могут жить не под властью этой самой военной администрации, под которой живут палестинцы. Они живут по законам Израиля. Это называется экстерриториальное распространение суверенитета. Именно экстерриториальное – это очень важно понять. Это означает, что суверенитет израильский распространился не на территорию, а на людей. Это очень-очень хитрый ход, который действительно позволяет израильтянам жить как будто под зонтиком, как будто каждый из них ходит с таким зонтиком израильских законов. Это абсолютно официально. Это не злопыхательство, это не очернительство. Это написано на сайте военной прокуратуры. Это написано в отчете Мавакара Мюдина. Что такое со мной сегодня? Госконтролера. Это абсолютно официально. Это именно то, что просто об этом никогда не говорят, пока вот сейчас не возник случай. А что это значит? Обычно говорят о подсудности, что палестинцы, совершившие преступление, будет судить военный суд по законам военного времени, израильтянина будет судить обычный израильский уголовный суд. Но это далеко не только это. Мы упомянули соцстрахование выплаты, соцстрахование получения от них, всяких выплат. Я хочу сказать по поводу суда. Один очень важный момент, потому что я постоянно сталкиваюсь с таким аргументом, что, вы знаете, это не апартеиды, потому что тут нет никакой этнической компоненты, а водораздел проходит по гражданству. Вот у кого есть израильское гражданство, тот, мы увижу, естественно, живет по израильским законам. А у кого нет? Ну нет. Ну, понятно, что над теми, у кого нет израильского гражданства, все равно властвует Израиль. Но дело в том, что все туристы, которые приезжают в Израиль, люди, которые не имеют израильского гражданства, но имеют статус постоянного жителя, они точно так же находятся под защитой израильских гражданских законов, в отличие от палестинцев. Они обладают свободой передвижения по всему Израилю, в отличие от палестинцев. Правильно? Более того, недавно, и совсем относительно недавно я узнал как бы такую очень важную вещь, что вот эта экстерриториальность распространили не только на израильтян, не только в законе написано, в законе написано, что она распространяется на всех евреев. То есть, если это попадет, скажем, через палестинскую автономию, как гость палестинской автономии, есть такая процедура, не заезжая в Израиль, въедет еврей. Такое бывает, как бы сплошь и рядом, там их полно. То есть, не знаю, какой-нибудь там учитель или журналист или что-то. И вот этот еврей, не израильский гражданин, не израильский турист, не турист, как бы в Израиле человек, не имеющий никакого израильского статуса. Положим, он совершит преступление, его должны судить по гражданским израильским законам. Почему? Потому что он еврей. И поэтому он имеет право на защиту вот этих вот гуманных, продвинутых, вот этой гуманной, продвинутой системы израильского права. А палестинец, который живет и умирает десятки лет, вот рядом с ним стоит, он живет по совершенно другим законам. По совершенно другим законам. Вот это и есть экстерриториальность. Вот это, что интересно. То есть, это же не просто подсудность. Это все льготы и блага, которым пользуются израильтяне. Это наличие, никто не задумывается, мы говорим иногда про избирательные участки, но это не далеко не только это. Это и больничные кассы, это и трудовое законодательство, это социальное законодательство. Это, собственно, все, что мы получаем как израильтяне, все это распространяется на западный берег. Зачем это сделано? Абсолютно понятно, зачем. Это основа поселенчества. То есть, когда я впервые услышала вообще о том, что существует этот закон, и там упоминалось, что вот если его не продлят в 1922 году, до 30 июня 1922 года, то он прекратится. И я тогда думала об этом как о совершенно фантастическом сценарии. Это было где-то полгода назад, когда я впервые об этом прочла. Так вот, там говорится, что это, в принципе, если этот закон не будет продлен, это первый шаг вообще к ликвидации поселенчества. Потому что таких фанатиков, маньяков, которые там будут жить на правах, таких же, как палестинцы, формально, на самом деле, понятно, что все равно они будут жить лучше, таких единиц, может быть, сотни, сотни, тысячи, они хотят жить как в Израиле. То есть цель этого закона – это закрепление поселенчества ни больше, ни меньше. Поселенчество держится на этом законе, на том, что они могут жить за границей Израиля, как в Израиле. Это самое размывание зеленой черты, о котором мы часто говорим. Это экономические стимулы жить на территории, потому что они, кроме того, пользуются еще и всяческими льготами. Позже был принят закон о местных органах самоуправления. То есть всякие муниципальные советы действуют на территориях, точно так же, как в Израиле, но, естественно, только поселенческие. Более того, арабам нельзя создавать местные советы, по крайней мере, под зоной действия военных. То есть в Ромале, возможно, можно, в зоне, возможно, можно. То есть эта система... Да, да, то есть никогда не стоит забывать о том, что до того, как появилась ОСНО, как появилась палестинская администрация, на которую сейчас можно там что-то сваливать и говорить, вот посмотрите, у них же самоуправление. Ну нет, понятно, что это очень-очень-очень ограниченное самоуправление на очень-очень-очень ограниченной территории. Но до 1994-1995 годов не было его. То есть весь первый период, первые 30 лет практически израильской власти, это была чистая оккупационная власть. Не было никаких органов самоуправления палестинских вообще, вообще нигде. То есть, возвращаясь к моей мысли, вот, собственно, это основа поселенчества, вот это залог поселенчества, вот этот закон, еще парочка других. То есть отмени их, и завтра они вернутся в Израиль. Это система жизнеобеспечения. Да, они не захотят так жить. То есть есть две системы. Это экономическое поощрение поселенчества, тоже об этом они очень не любят говорить. Это самые дотационные населенные пункты в Израиле. Гораздо более дотационные, чем, скажем, районы развития официальные. И вот эта вот юридическая система. Отмени эти две пуповины, перережь эти две пуповины, поселенчества не будет. Там останется пара тысяч человек. Потому что в основном поселенчество экономическое. У нас любят говорить, что не все поселенцы экстремисты. Правильно? Большинство просто хотят там жить по разным причинам. Им там удобно. Многие вообще даже не подозревают, скажем, я знаю, новые репатрианты. Они там оказываются туда, в общем, зазывают, заманивают. И даже не знают, что они живут за границами Израиля. И вот интересно, что этот факт всплыл именно из-за того, что Ликуд впервые в истории Израиля, впервые за 55 лет, не проголосовал за продление этого закона, как раньше он не проголосовал за продление закона о гражданстве. Я думаю, мы можем чуть-чуть об этом поговорить. Если мы закончили с этим сапартеидным... Да, ты понимаешь, конечно, что это гигантская тема. Мне еще пришел в голову такой образ скафандра. Это немножко как люди в скафандре. Вот этот скафандр – это земной воздух. Это вот такое вот... Вот это вот израильское право, которое тебя обволакивает, и ты с ним живешь. Но какая же потрясающая все-таки концепция. Скажи, вот как вот догуматься надо было до такого? Просто уважением немножко проникаешься. Да, безусловно. Безусловно. Как правило, и не придерешься. И люди просто... Я еще раз повторю, что подавляющее большинство людей понятия не имеют, о чем речь. То есть у них не вызывает удивления, почему израильтяне живут на западном берегу, как в Израиле. А, естественно, из этого будет следствие. Потому что это и есть Израиль. Это наша земля. Да, многие же обижаются, когда слышат, что западный берег – это не территория Израиля. Никогда не была признана территория Израиля. Израиль сам никогда не признавал ее своей территорией. Но с другой стороны, когда надо отбиваться от обвинений в апартеиде, тебе тут же скажут, что это не территория Израиля. Правда? Или нарушение прав человека. Ну, конечно, да. Так вот, и вот этот гениальный закон, вот это вообще прекрасное творение. Вот что произошло? Это какая-то, по-моему, не имеющая прецедентов практика. Мне кажется, что такого не было в истории израильской политики. Когда оппозиция, чтобы свалить коалицию, принимает решение голосовать против всего вообще. Любых законов, которые пытается провести коалиция, какими бы близкими идеологически эти законы не были. То есть это какое-то свинство политическое, возведенное какое-то полное отсутствие идеологии, но возведенное, я даже не знаю, в какой-то там превосходную степень. Они все время говорят, что коалиция слабая, а она не может провести эти законы. Это доказательство слабости коалиции. Знаешь, что-то не вспоминает, мы чуть-чуть отлетемся. Я расскажу анекдот про человека, который смотрит, как старушка бежит на автобусную остановку, чтобы успеть на автобус. И вот он смотрит, смотрит, успеет, не успеет, успеет, не успеет. Потом не успела, подумал, он закрыл дверь автобуса и тронулся. Вот это тот самый случай. То есть они говорят, что коалиция не может провести закон. То, что они сами не дают это право. То есть понятно, в коалиции есть люди, которые могут быть против этого закона. Это их право. Но они-то идейные, убежденные, я не скажу, сионисты, гиперсионисты, сторонники контроля на Западном берегу и прочее. Более того, я скажу, что, может, так внезапно, его действительно не стоит не продлевать, потому что там может образоваться какая-нибудь ерунда, может, надо какие-то переходные, не знаю, правила принять. Не знаю. Они просто принципиально голосуют против всего. Они голосовали против закона о гражданстве. Они голосовали против оплаты демобилизованным солдатам учебы. 50% оплаты. И сейчас они проголосовали против этого закона о продлении. Это ужасно интересно. Потому что каждый раз с этим... Я не помню, мы с тобой говорили об этом или нет. С этим законом о стипендиях, об оплате учебы, они прокололись, потому что стали известны записи их внутренние, партийных заседаний, когда они говорят, что нам плевать на солдата. Сегодня нам скажут, мы сверчимся. Но не уходили. Мы тогда, и нас тогда не было. Но тогда мы два слова, может, скажем. Они говорят сегодня... И это говорил Иваль Штайнец, который считается очень умеренным, ликудовским министром. И, конечно, это говорил и министр Мири Рейгев, бывший министр, который всегда была, так сказать, анфантерибель, который всегда был нарушителем спокойствия. Они говорят, сегодня мы смягчимся ради солдат, завтра мы смягчимся ради изнасилованных женщин, послезавтра мы смягчимся ради неимущих и так далее. То есть они совершенно четко говорят, что нам плевать на всех. Наша цель – справиться, а потом мы сделаем всем хорошо. Ну, допустим, раньше же они делали всем хорошо. Это дошло до того, чтобы именно Танеу сказал, знаете что, вы тут на фракции так рот раскрываете, вы учтите, что тут все сливается, тут все записывается. Вы уж, пожалуйста, так вот не надо. Откровенно. Да. Это удивительно. То есть они четко сказали, что им на всех плевать. Но это, мне кажется, это вот симптом такого очень как бы важного такого, да, сейсмического такого сдвига, когда просто огромная часть политического спектра просто перешла к формуле государства – это мы. То есть это вот именно такой очень важный, очень важный идеологический сдвиг, когда один из лагерей, да, просто начинает считать второй лагерь врагами. Врагами и поэтов, в котором, да, вот, в борьбе с которым все средства хороши. Это же давнишняя традиция. Я все время хочу сказать, они все время, вот правые антибибисты, да, антиликутники, они все время говорят, такого никогда не было, да, это вот они ведутся очень, они создают врагов. Ну, ребят, проснитесь, мы левые, вам много об этом можем рассказать. Ну, 20 лет создавали из нас врагов. А теперь просто это ударило и по вам. Да, но ты знаешь, ты знаешь, я вот проработал несколько лет в Кнессете, и мне очень нравилось, что вот за этим фасадом баталий, да, политических, да, когда вот в Кнессете люди могли бросаться друг на друга с пулаками, вот, но очень рассчитанно, так, чтобы, знаешь, не до крови, вот. Ну, а потом выйти в буфет Кнессета, спокойно сидеть, ржать и обсуждать, как бы, с какого ракурса их снимали. И проводить совместные законопроекты, что не было важно. Конечно, это было очень важно, это было очень-очень важно, что постоянно я же, я как бы, ну, я видел эти законопроекты, я участвовал в их разработке, там, когда депутаты справа, депутаты слева, арабы, ультрарелигиозные, постоянно находятся какие-то точки соприкосновения, и это были правила игры, и правила игры были, что если ты хочешь провести какой-то закон, ты собираешь всех, кому этот закон по душе, кому этот закон, как бы, полезен, да, с точки зрения, там, электоральной, и вы идете, и этот закон принимается. Да, есть коалиция, есть оппозиция, есть бесконечные, там, споры, дрязги и склоки. Но это, в конце концов, работа, это то, за что вас выбирают, вас выбирают, чтобы вы сделали законы. Можно вспомнить. Да, когда одна, одна сторона полностью вот эту вот культуру, вот эту культуру совместной законодательной деятельности, законотворческой деятельности полностью ломает и говорит, нет, у нас все, у нас война, да, мы, вот, мы вырыли окопы, да, мы мешки с песком заняли круговую оборону, и ничего, ничего мы совместно не будем делать, пока вот эти не уйдут. Это ужасно. Можно вспомнить Дова Ханина, который, по-моему, это депутат от партии Хадаш, очень интересный человек, он ушел сейчас в общественную деятельность, да, он, ну, очень левый, очень левый такой, чуть ли не коммунист, то есть, собственно, партия Хадаш, партия коммунистическая, но она так, розовая. Так вот, Дов Ханин, он, по-моему, рекордсмен по числу проведенных законопроектов. Да, вообще левые, естественно, они очень активны в смысле социального законодательства, и вот, да, как бы я уверен, что огромное множество правых избирателей этим законодательством пользуются, даже не имея вообще никакого понятия о том, что его приняли МЭРС, как бы его инициировали, и пробили там МЭРЭЦ, Хадаш, там, АВАДА. Так вот, десятки законопроектов, как он их провел, естественно, совместно с коалицией. Почему он провел так много законопроектов? Потому что он считался, что он очень хорошо умеет договариваться, он очень хорошо умеет формировать блоки. И я множество могу назвать таких историй, как бы и тех, которые я слышала из первых лиц. И даже закон о запрете проституции, который вместе провели депутат от права лагеря, я не помню, какой партия тогда она была. Моалем Шуали, Шуалем Моали. В общем, такая очень правопоселенческая активистка. И Тамара... Аня, ты пропала, ты зависла. Мы дадим тебе еще... Теперь я вернулась? Развисла. Теперь я вернулась. На чем я остановилась? Я говорила о законе проституции, который... Тамара, ты упоминала? Какую это? Тамар Занберг. А, ну-ка совсем чуть-чуть. Они вместе с Тамар Занберг из Мерц провели этот закон. Потому что речь идет о защите... О том, что они считают правильным, в конце концов. И та, и другая, они считают это правильным. Конечно, да. Это было такое светлое пятно диспокуальной израильской политики. И вот сейчас они-то все... Они четко говорят, что они все, им все равно. Будет это правые законопроекты, будет это социальные законопроекты, все что угодно. Они это не будут проводить. Правда, потом они находят выход, я называю, принять новый закон с благоджеками и шлюхами. Поскольку коалиция законопроекта оппозиции не блокирует, оппозиция говорит, вот, это был плохой закон, неправильный, у нас есть новый, лучше, и коалиция за него голосует. И так прошел закон о гражданстве, и так прошла оплата обучения для студентов, и так, я подозреваю, пройдет и продление экстренного положения. Причем Смотрич, да, буквально вчера в этом написал Седьмой канал, да, Руд Шева. Смотрич, один из ультраправых депутатов, да. Да, голова партии религиозного асоциализма, которая сейчас в оппозиции вместе с Натаньяо. Он говорит, это все плохой закон, давайте мы лучше все аннексируем. Ну, они-то сейчас будут ставить на законодательную комиссию. Я не знаю, чем это, как бы... То есть я знаю, чем это кончится. Я не знаю, что будет посредине. Да, но меня совершенно поразила супернаглость. Просто 80-го уровня наглость, когда Смотрич говорит, ну вот мы выставим закон, мы предложили законопроект об аннексии, и мы очень надеемся, что правые силы, он не сказал правые, в коалиции за него проголосуют, потому что ведь сионизм важнее политических распроек. Внезапно сказал Смотрич, который только что провалил закон о продлении этого экстерриториального права на западном берегу, за который правые традиционно голосовали. Или вы, наверное, тоже даже не знаю. Нет, это, конечно, нахальство второе счастье. Это что-то непостижимое. Когда они проваливают законопроект и обвиняют коалицию, смотрите, вы не можете функционировать. Это ужасно. И да, я напомню, что такое не было. Честно, я тебе скажу, что это все-таки придумал Нейбби. Знаешь, что это придумал? Это началось в пропирательстве Натаньяу Ганса. Потому что я считала, что все-таки левые антивибийские силы из оппозиции поддержат Ганса. Этого не произошло. Я тогда надеялась, что законопроекты будут проходить, в том числе бюджет. Я тогда говорила, что если бы Лапид не кричал точно так же, что правительство Ганса Натаньяу не может провести бюджет, а поддержал бы его, у нас бы был бюджет. Кстати, да, это действительно так. Это очень честно. Можно, пожалуй, ты права. То есть, на самом деле, конечно, этому предшествовало как бы много лет демонизации левого лагеря. И, собственно, и в ответ левый лагерь демонизировал Натаньягу. Но, может быть, да, это интересная точка зрения. То есть, увы, но это придумал не Ликуд. И я тогда говорила, что Лапид, глава партии Ешатид, который считается либеральным, что он начал после того, после того, как Ганс откололся и вошел в правительство Натаньяу, что Лапид начал вести себя как Биби-2. И меня это тогда очень насторажило. Больше меня настораживает, что люди этого не видят. Что люди говорят, ну, нормально, как бы, да, они не поддерживают бюджет. Почему они должны поддерживать законопроект коалиции? И точно такие же слова говорили, что любая оппозиция всегда мечтает свалить коалицию. И точно так же я тогда недоумевала, собственно, почему это так. Это так не должно быть. Оппозиция просто проводит свою политику. Так что, увы, ах, это как бы этот раскол начался не вчера. Просто Ликуд, как и многое другое, довел это просто до совершенства, до полной. То есть, если раньше там хоть как-то могли договариваться, да, в предыдущем правительстве, то сейчас они довели это до полного абсолюта. И да, сейчас очень трудно, и из-за этого правительство сейчас все время на грани развалы, и просто оно заинтересовано очень в том, чтобы себя сохранить. Антоняу, с другой стороны, заинтересован в том, чтобы был конструктивный вотум недоверия и сформировать правительство без выборов, потом пойти на выборы. Тут все упирается еще в то, кто будет премьером в переходный период, потому что зависит от того, кто развалит коалицию и так далее, и так далее. Очень коалиция, вот это который год, она переживает сейчас очень трудные времена, а зато мы имеем возможность понаблюдать за очень многим и за механизмами изнутри, и за вот такими интересными законами, как этот закон о чрезвычайном положении. Да, да, какие еще сюрпризы нам готовят нынешняя странная политическая ситуация. Хорошо, Ань, как насчет попытаться сегодня закончить относительно, относительно рано. Я за, мне кажется, мы, да, мы, кажется, мы все героически обсудили, выполнили план. План выполнили. Однозначно. Давай поздравим нас с юбилеем заранее, потому что в следующей неделе точно мы не выходим. Вот, так что с юбилеем у нас мы продержались. У нас частота оказалась в среднем раз в две недели. Это совсем неплохо. Да, 26 выпусков. То есть поначалу у нас, да, она шла вообще каждую неделю, потом мы стали делать перерывы. Ну, в общем, я надеюсь, что мы как-то... Потом мы стали халявить, потом началась война. Да, потом началась война, потом опять халявили. Потом ты уезжал. Ты опять пропала. Ну, говори пока что. Развисло. Да. Я говорю, я надеюсь... Неудобно, ты понимаешь, мне как будто неудобно говорить, пока ты в таком подвешившем состоянии. Ну, не молчать же. Ну, в общем, я желаю нам успеха. Пока я не вешу, я быстренько скажу, я желаю нам успеха. Я надеюсь, что мы еще это продолжим. Я надеюсь, что это кому-то нравится, кроме нас. Безусловно, да. Да, и, кстати, действительно, когда я через пару-тройку месяцев наведаюсь в Израиль, надо попробовать снять все-таки лайк. Мы еще в прошлый раз уже планировали, но как-то не вышло. Ну, потому что, да, немножко технически сложно. И я хочу сказать, я хочу похвастаться, что после нашего уже первого выпуска, который мы сделали, в общем-то, в никуда, который ты выкладывал на своем YouTube-канале, к которым сколько там, два подписчика или три. Ну, обижаешь, обижаешь. У нас было не плохо. Нет, нет, я говорю о том, что ты выкладывал их вместе абсолютно как бы никому неизвестно. Это правда. Вот. И раскручивали исключительно через Facebook. И вот первый же наш канал заметил уважаемый Юрий Рашкин. Да, спасибо ему. И пригласил нас на свой канал. Старин был вспомнить раньше. Большое спасибо Юрию Рашкину за то, что мы выходим на его канале. Так что, да, он тоже приложил руку и целый год, целый год исправно увешивает наши выпуски, за что мы ему очень-очень благодарны. Да, и я считаю, что то, что после первого же нашего выпуска он нас пригласил к себе, за что ему огромное спасибо, это все-таки свидетельство о том, что мы что-то делаем полезное. Да, безусловно, будем очистить себя этой надеждой. Спасибо, Юра. Пользуясь случаем. Да, да, спасибо. Спасибо, Юра. Хорошо, Ань, спасибо тебе большое за этот выпуск. Спасибо всем, кто досмотрел, дослушал. Как всегда, ссылки будут, будет много материалов для размышления. Так что смотрите и слушайте наши следующие выпуски еще много-много лет. Спасибо всем. Счастливо. До свидания. До следующей.